И уже у нас в студии, смотрите, как раз Суня. Здравствуйте, приветик! Сегодня, как обычно, каждую пятницу я для вас подготовила несколько классных упражнений. Сегодня в большинстве упражнений будут очень тяжелые, поэтому наслаждаемся. Конечно! Так, ты знаешь, что тиждень суммывали за тобой, чекали пятницу, чтобы было тяжело. Конечно! И сейчас можете располагаться на ковре. Нет, сначала я первая показываю, что мы будем делать. Да, вот что ты для нас интересно приготовилась. Итак, начинаем с упражнения на пресс. Это очень тяжелое упражнение. Ребята, я сама его ненавижу, но оно настолько эффективное, вы буквально несколько раз сделаете и уже поймете, о чем я говорю. Чем сложнее, тем интереснее, тем эффективнее. Если у вас на следующий день после тренировки крепатура, значит, все прошло хорошо, и обязательно этим ощущением наслаждайтесь. Не нужно мучаться, страдать. Вот у меня крепатура, у меня все болит, я не хочу. Наоборот, ассоциируйте это с собственным прогрессом. А если крепатура, чем мне ее можно полегшить? Вот я знаю, может, там горячая вата. Нет, ничего не поможет. Только получать удовольствие и ассоциируйте это с тем, что вот если ножки крепатурят, значит, у меня ноги становятся сильнее, выносливее, красивее. Вот только эти мысли могут облегчить. А это мотиватор. А это мотиватор. Я просто дивлюсь на тебя, бачу, как ты посмехаешься и понимаешь, что у нас сейчас ожидает такое себе пекло тренирование. Когда после тренирования не хочется жить, что делать? Наслаждаться, как я уже и сказала. Как крепатурой мы наслаждаемся, так же и вот этими ощущениями. И если у нас после тренировки нет мыслей в голове, тяжело себя собрать, вот прям хочется лечь и лежать и ничего не делать, вот значит, это была тренировка очень продуктивная. Да, действительно, ничего не сделаешь, только нужно этими ощущениями наслаждаться, потому что если после тренировки такой, ну, что делал, что не делал, ну, сами понимаете, да. Значит так, начинаем с пресса, становимся в планочку на локтях, вот как у нас каждая планка, у нас не должен таз торчать вверх и не должен провисать вниз. Вот мы встали в исходное положение ровненько и начинаем поворот таза в сторону. Ого! И поворот таза во вторую сторону. Поворачиваем и добавляем через верх. Сейчас ведем через верх и на каждом повороте выдох, то есть когда мы опустили таз в бок, мы делаем выдох. Так, ну я бачу, что у вас сразу так круто выходит, и у Макса тэш. Оно на самом деле не то чтобы прям очень тяжелое, оно скорее такое не совсем приятное, вот пробуй. Но чем обычно, чем противнее, тем круче эффект получается. Правильно, правильно. Становишься на локоточке вначале, да, на ножке полностью выходишь в планку, да, и поворачиваешь таз в одну сторону, да, и во вторую. Если я не чувствую навантажение на поперек, это правильно или нет, где я должен болеть? А что такое поперек? Ну, поясниться. А, да. В каждой планке у нас работает спина, у нас работают дельтовидные мышцы и у нас работает пресс. И теперь ведешь таз еще больше через верх, вот через верх и вниз закрутил, да. И поднимаешь попу, поднимаешь попу вот здесь вверх и вниз опустила. И на каждом повороте у нас происходит выдох. Так, если у вас учили не выляти стегнами, вот сейчас это забудьте и повторите. Будут стегны еще гарниже. Это мы сейчас пропрацовываем вот эти кости. И вот эти мышцы работают, и пресс полностью весь, и поясница, естественно, задействуется, и плечики задействуются статически. Тобто мы, выходить пропрацовываем поясницу, и полностью весь пресс. Ух, ну что можно сказать, Макс, как тебе нравится? Круто, понравилось? Я в захвате. Нормально? Давай еще, это было мало было, давай. Так, давай покажу еще, Сашуль. Я это упражнение делаю в трех-четырех подходах по 20 повторений в каждую сторону. То есть получается в одном подходе 40 повторений. Ого! И дальше следующее упражнение, показываю, работаем над мышцами спины. Спина очень у многих людей, слабая зона, мы все время сутулимся, мы сидим, она у нас в расслабленном положении. Причем на позвоночник постоянно у нас идет нагрузка, но при этом мышцы в расслабленном состоянии постоянно. Сейчас ручки вдоль туловища, поднимаемся и держимся. Вот ему лопатка? Да, обязательно здесь сводим. То есть не просто поднялись вверх сутулой спиной, а именно раскручиваем плечи назад и сводим лопатки. И держим пять секунд вверху. Один, два, три, четыре, пять. И вниз. Если начинаешь трястись, значит все идет хорошо. И обратно вверх поднимаемся и держим вверху. Лопаточки сводим. Один, два, три. О, снова наши улюбленные тюленчики. Давай, тюленчиком сейчас будешь ты. Саша, а ноги в праве как? Они просто лежат? Они просто лежат, отдыхают. Полный акцент на спину. Руки полностью вдоль плевища, вдоль бедер. Да, опустилась. И поднимаешься вверх. И вверху еще сводишь лопаточки. Вот эту зону мы прожимаем целенаправленно. И держим. Три, четыре, пять. И вверх, и сразу же вверх. И вверх. Один, два, три, четыре, пять. Ну нормально так. Вечуття приемнее, навіть, я сказала. Окей, давайте показываю вам следующее упражнение. Сколько таких повторений? Три подхода по двадцать повторений. А почему мы делаем все по три подхода? На третьем подходе как раз получается оптимальная нагрузка становится достаточно тяжело. То есть на втором подходе еще не всегда получается включить мышцы настолько, насколько они должны быть включены. А четвертый подход для начинающих, он уже слишком тяжелый. И человек зачастую не может сделать технично. Поэтому именно три подхода для начинающих оказывается оптимальным количеством. Но если человек уже является опытным спортсменом, тогда наоборот, чтобы дать мышце стрессовую нагрузку, нужно не столько упражнения менять, сколько брать самые упражнения, которые этому человеку больше всего подходят, и работать на пять, на десять подходов. То есть я, например, беру классические приседания со штангой на плечах и делаю в одной тренировке десять или двадцать подходов. И уже после пятого подхода хочется умереть, как ты вначале говорила. Слушай, а с каждым подходом ты зменшуешь кількість приседаний? Разные тренировки по-разному, но если у меня цель именно на этой тренировке сделать максимальную дать нагрузку, именно выложиться максимально в приседаниях, вот есть такая схема, например, десять подходов по десять повторений. То есть я беру такой вес, с которым я обычно работаю в трех подходах, но я делаю с этим же весом десять подходов. Ого. Але чому он сами подходи, чому одразу не зробити там шістдесят разів? Для чего ці перерывки? Для мышцы получается это менее эффективно с точки зрения именно проработки мышц. То есть если у нас цель добиться рельефа, силы мышцы, ее подтянутости, если вот для мужчин, например, чтобы спина была сильная, красивая, широкая, для девочек, чтобы ягодицы были округлые, каждое упражнение лучше делать вот десять-двадцать повторений в таком диапазоне. Если это будет сто повторений за раз, это уже будет скорее тренировка выносливости. У этой тренировки уже другая цель. Так, поехали. Доброе, продолжим. Следующее упражнение делаем асимметрично. У нас поднимается правая рука и левая нога как можно выше. Опускаем. И вторая. Наоборот. Ой, как. Да, и вверху чуть-чуть фиксируем. Здесь у нас работает спинка, и за счет подъема ноги напрягается ягодичная мышца. Чувствуешь напряжение ягодичной? Макс, ну что, красиво скажи? Дуже красиво, дуже. Я помню, я помню, минулую пятницу, когда Макс тут потил, а вы сидели, делились. А сегодня у меня очень рабочее настроение. Я бы все делала, но нужно заставить тебя, я потренируюсь позже после вас. Давай, Макс, давай. Я сумувал за тобою протягом тижня. Вот я тебе серьезно скажу. Так. Это снова, снова таки правая. Правую, аж по левую. Поднимаем. Да, и фиксация вверху обязательно. А сколько секунд фиксация? Две секунды. Так, давай, я трешу повернусь. Старайся при этом таз не раскручивать, чтобы у тебя четко таз бежал на полу. И поднимай ножку. Да. И когда подняла ножку, попа напряглась. Я таз, мабуть, дуже сильно раскрутила на першому. На перших вправах. И теперь он у меня не зупиняется. Ничего. И, Катюш, веди ногу не строго ровно, а назад и немного вбок. Так ягодичная включится еще больше. Тебе будет равновесие держать легче. Так, вы нам обовязково напишите ваши впечатления от вправ. Так, а тут поясниться так. Все у вас наиболее болело. Ага. Ну, это хорошо. Знаешь, нам нужно... Нам нужно прямо в удовольствие наблюдать за вами. А мне удовольствие сегодня делать эти вправы. Нам часто просто в директ пишут с приводу того, чтобы показать что-то именно для спины. Вот, як не дивно, це найпроблематичніша такая зараз группа м'язів людей. Спина, это... Чуваю ось тут найдущий. Да, 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 да. Это все-таки акцентированное упражнение на спину. Ягодичное там работает дополнительно. И остальные мышцы включаются по чуть-чуть. Спина акцентирована. Я вообще, в принципе, в тренировочном процессе и своем, и своих подопечных всегда огромное внимание уделяю спине. Причем и женщинам, и мужчинам. Потому что это осанка, это здоровье позвоночника. Опять же, у многих сидячая работа, и спина у нас все время в таком положении находится. Но чтобы мы не сутулились, и чтобы у нас была крепкая не только спина, обязательно прорабатывать также и грудные мышцы, чтобы они у нас вот эту всю зону держали. И поэтому для грудных мышц самое классическое упражнение – это отжимание, которое мы уже делали с вами. Мы его любим и будем делать и дальше регулярно. Ставим руки пошире. Мы с колен отжимаем? Нет, мальчики отжимаются с ног, а девочки с коленок. А я думал, с колен. Не бралось. Широко. Еще шире ставь. И локти направляем в ширину. Вниз. Медленно. И вверх. Вверху выдох. Медленно вниз. И вверху выдох. Можно внизу добавить фиксацию. Опустился вниз. И внизу подержался 2 секунды. Да. Раз. Два. И вверх. Так у нас мышцы еще работают статически. Ну так, нелегко. Да. Существует множество вариантов, как самые обычные упражнения усложнить. То есть те же отжимания, поставь ручки пошире, те же отжимания, можно добавить фиксацию, можно добавить длительную фиксацию, можно делать с ног, можно, когда уже становится достаточно легко, ставить ноги на возвышенность. Можно добавить хлопочек какой-то. То есть, казалось бы, одно и то же упражнение, а вариантов миллион. То же самое с приседаниями. Вот сейчас фиксацию уберем и будем с вами приседать. Ну, а это наискладнейшее, до речи. От вытискания наискладнейшее. А если сделать 3-4 подхода по 20 повторений, это будет вообще бомба. И на следующий день однозначно будут грудные мышцы ощущаться, и плечи будут ощущаться болеть. Давай я заберу в эту сторону. И поехали. Самое мое любимое упражнение для всех, и для мужчин, и для женщин, это приседания. Сейчас ставим ноги в классическую постановку. Садимся вниз, как можно глубже. Встаем вверх не полностью. Садимся вниз глубоко, а вверх не полностью. Вниз глубоко, а теперь наоборот. От параллели вверх. Ага. И не полностью седаем, так? Да, и сейчас не полностью. Таких сделали 5. Так, Сашу, я намагаюсь под твой ритм підлаштувати. И теперь полный, в самый низ и в самый вверх. И вот таких 5. Отлично. Вы уже приседаете все лучше и лучше. У меня прям глаз радуется. Я знаю чуть-чуть телеглядачі наши, як у нас кістки хрустять. У мені мої щусно дуже сильно. Есть. И отдыхаємо. То есть вот такой даже вариант обычных приседаний, как их можно усложнить. Можно в прошлый раз, как мы делали, сели и внизу сидим. Можно так просидеть внизу целую минуту. Представьте. Поцеловеченість, Саш. Представьте, какая будет нагрузка на ноги. Вот даже сейчас я посидела. У меня уже ножки начинают дрожать, болеть. Так а наше сидите на хвилину. Давай три посидемо. И можно еще взять Катю тебе на плечи и посидеть так три минуты. А можно взагалі эфир так нам проводить наступить? Я просто представляю. Эфир десь на троєщині. Друзі, доброго ранку. И насіння вот так вот летить. Как вам така идея? Давайте проголосуемо. Не совсем. Давайте правильно, технично, чтобы мы не вот так сели с круглой спиной, правильно? А сели вниз. Ну вот так, это уже гарно. И в такой позе следующий эфир начинаем. Доброго-доброго ранку, люби глядачки. Это, до речи, ты знаешь, ты подняла очень важное вопрос. Друзі, особенно где-то Троєщина, там Борщагівка, где-то так. Хлопцы, чтобы вы понимали, вы неправильно сидели. Не вот так вот нужно сидеть и ждать новых прибывших до района. А, Саша, с рівной спиной и вот так. Ну, то есть, и за здоровьем следите, и люди вас не лякают. Только, ну, это чуть-чуть повыше. Потому что там хлопцы очень классные, выхованные, они просто вправы очень любят. То ты просто там не была, Катя, где-то о 22-е. Только нужно садиться и статику держать не вот здесь внизу, потому что здесь у нас мышцы в более растянутом состоянии, и они не так сильно работают, как вот здесь. Если мы сели до параллеля, и так сидим. Это гранит просто. Это просто гранит. Это такие тверді вязи, что... Хотя у меня тоже, что я відчуваю, когда на пружине, то есть. То есть вот так вот и продолжить сидеть, так? Ну да, у нас же три минуты еще не прошло. И следующий вариант усложнения приседаний. У нас будут такие лягушки, выпрыгивания. Ага. А, так, давай. Опа. Садимся не коленями вперед. Вот посмотрите, это ошибка. Мы должны в приседаниях опускаться в правильное приседание тазом назад. Вот как мы садимся, чтобы коленки не выходили за носки, так же и в лягушках. Вот садись больше тазом назад, меньше коленями вперед, и больше тазом назад. Еще больше толкай ягодицы назад. Да. И теперь с такого положения выпрыгиваешь. Опа. Я сподіваюся. И когда прыгаешь, не толкай колени вперед. Мы когда прыгаем, должны... Вот у нас прыжок начинается ровно вверх. У нас не должен прыжок начинаться через колени вперед. Я из такой жабки чи выплыгну, я у це рівно, не знаю, але я буду старатися. Так. Опа. Класс. Класс. И давайте следующее упражнение. Это у нас будут выпады тоже. Классика. Моё одно из любимых упражнений. Поехали. Шагаем назад. Так. Приставляем ногу. Так, давайте еще раз. Сначала шагаем назад. Приставляем ногу. И этой же ногой, которая у нас шагала назад, делаем шаг вперед. Опа. Ого. Приставляем ее. Мягко кажучи. Нелегко. Шагнули назад. Приставили. Оп. И я сейчас тебе врежусь, да? И шагнули вперед этой же ногой, которой шагали назад. Опа. Ого. Ого. Сделали так по 20 раз на каждую ногу. На кожную ногу. В одном подходе. То есть в одном подходе у меня получается 20 шагов назад и 20 шагов вперед. И потом то же самое на вторую ногу. Назад вперед. Так. Да. И так же повторяй, Катя, чтобы колено не выходило вперед за носок. Угу. Так. Назад. Чекай, трошки веди. Иду. Да. Так. Вот шагаешь так, чтобы... Стань, пожалуйста, боком. Угу. Покажу самую распространенную ошибку. Вот у тебя должно колено, шагай, оставаться ровно в одной точке. То есть оно абсолютно никуда не двигается, когда ты шагаешь. Тобто я назад трошусь. Вот я тебе колено фиксирую. Угу. Угу. И выравниваешься. Выравниваюсь. Ой, так, так. И встаешь вертикально теперь. Угу. Приставляешь ножку. И вперед, когда шагаешь, вот у тебя должно колено остаться четенько над пяткой. И вся ножка сгинается, да? Да. Только нужно делать шире шаг. Если сильно узкий шаг, у нас не получается сесть достаточно глубоко. Да, потому что у вас не будет куда разъигнаться. Больше оттопыривай ягодицы назад, и плечи на противовес идут вперед. О, вот так. Да. Гарно, гарно. Да. Так. Отлично. Отлично. И следующий вариант выпадов. Выпады реверанс. Угу. Слушай, а якщо у меня поперек болит, я можу зараз не робити выпады? Нет. Я можу повіджиматися, наприклад. Нет, это же отлично, что у тебя спина болит. Мы же только что ее прорабатывали. И сейчас в приседаниях она продолжает держать все твое туловище статически. Мне кажется, она болит не от того. Можливо, это уже старость. Все так отмазывают на поголовно. Так. Нам все пахаты и пахаты с тобой. Так. Ты что, старость? И приставляем ногу. И перекрестный выпад. Перекрестные выпады у нас задействуют внешнюю часть квадрицепса и ягодичную мышцу. Так же, если мы больше наклоняемся туловищем вперед, у нас еще сильнее растягивается задняя поверхность бедра. То есть, если я сажусь полностью ровно, я больше даю нагрузку на переднюю поверхность бедра. Если я больше наклоняюсь вперед, у меня больше растяжение в задней поверхности бедра. Так. Ну, я відчуваю якийсь приплив энергии, навпаки, после этих вправ. Класс. Вот действительно хочется більше и більше. Это потому, что мы работаем по одному подходу сегодня. Мы так демонстрируем нагрузку. А если бы мы сделали по 3-4 подхода, то это была бы та ситуация, когда не хочется жить после тренировки. Ну, ты нас сегодня пожаловала и правильно зробила. Потому что, ну, ты же знаешь, нам еще говорите и говорите целых 2 години. Цекавые, корисные вещи для дачи. Они этого ждут всегда. Ну, дякуем тебе, Саш, что ты нас сегодня действительно трешки так в лайтовом режиме. Друзья, действительно, знаете, вот что вражает? Вы пишете, что чего мы так активно, ну, не так активно занимаемся, так, как вы там вдома. Это классно, что вы спортивные, супер. Проте, если вы делаете это все правильно, ну, вы понимаете, почему мы тут и дыхание у нас сбиты. Да, и то запихались. И запихались. Так, вы понимаете, почему это происходит. Ну, Саша Суманейева, чемпионка света с фитнес-бикини. Наша постоянно знущальщица над нами физическими по пятницам. Она знает, что будет корисно для нас все. Конечно, ребята, на самом деле, прям каждую тренировку делать такую на износ, чтобы после каждой тренировки, как мы уже говорили, не хочется жить, так нельзя. Потому что человек очень быстро войдет в состояние перетренированности, у него начнется апатия, не будет ничего хотеться, будет очень тяжело себя заставить. И это не только психология, это просто тело будет переутомляться. Поэтому нужно так чередовать нагрузку. В какой-то день, когда идет прилив энергии, мы делаем вот максимум, как хочется. Потом в другой день чуть-чуть становится уже, это может быть у девушек фаза цикла или у мужчины недосып, какое-то такое состояние. Тогда не нужно себя насиловать, нужно всегда тренироваться по ощущениям. Но при этом ни в коем случае не нужно путать эти ощущения с ленью. Потому что очень часто человеку просто, ой, как-то не охота сегодня, что-то погода не такая. Это у меня, наверное, перетренированность. Поэтому эти два понятия не путаем, пожалуйста. А потом это я люблю себя таким, який я. Да, 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 да. Но на самом деле не любят. Ну так, працюють в зале не для того. Ну что, друзья, особенно важливая информация, сенсаційная сейчас на нашем ютубчику, правда, тут медиа. Будут самые интересные моменты за всю предыдущую неделю. Подписывайтесь обовязково. И вот такой дзвеночек, чули? От натисните на него и будете бачить нас завжди.